В этом маленьком городке произошло жестокое убийство. Программа содержит постановочные сцены, основанные на реальных событиях. Некоторые назвали бы меня поздним цветком, но я наконец решила жить полной жизнью. Спасибо, что подбросил. Подожди. Не так быстро. Но это не так просто, как кажется. Мне пора. Я и так опаздываю. Мне сложно решиться на что-то непривычное. Простите. Я хочу нравиться новым друзьям из церкви. И многие меня полюбили. Кажется, я нашла свое место в этом мире. Священные стены церкви дарят мне ощущение безопасности. Но это ложное чувство. Меня зовут Ронда Смит. Через три месяца я отправлюсь на небеса, потому что кто-то из моих знакомых решил меня убить. Черт! Не смей уходить! Предательство. 19 октября 2007 года. За три месяца до убийства Ронды. Ронда Смит была приятной, дружелюбной и общительной. Эта привлекательная женщина легко сходилась с новыми людьми. Она всегда улыбалась. Ронда была оптимисткой, она умела радоваться жизни. Я давно мечтала прийти сюда. Все для тебя. Ронда была еще молода. Она хотела найти спутника жизни. В интернете Ронда познакомилась с интересным мужчиной, но ее избранник жил далеко, в Филадельфии. Тебе это понравится. За нас. Ронда была приятно удивлена его красивыми ухаживаниями. Будешь десерт? Можно взять что-нибудь с собой и отправиться к тебе. Не глупи, Джордж. Уже поздно. Тебе предстоит долгий путь в Филадельфию, а мне с утра нужно быть в церкви. Ронда, я уже в третий раз приезжаю к тебе. Мы взрослые люди. Пора перевести наши отношения на новый уровень. Мне нужно больше, чем просто дружба. Понимаю. Мне тоже. Давай в следующий раз поужинаем у меня. Хорошо? Ладно. Значит, в следующий раз. Ты готова? Я отвезу тебя домой. Я просила ее соблюдать осторожность. Пока не сблизишься с человеком, не узнаешь, что он из себя представляет. Моей опорой стала церковь. Мне нравилось чувство общности. Все были в восторге от нового пастора. Он пользовался особой популярностью у одиноких женщин. Я уверена, что некоторые прихожанки сходили по нему с ума. Это было потрясающе, не правда ли? Приглашаю всех вас на утреннюю службу. Раньше он профессионально играл в гольф, а потом решил стать пастором. Прежде чем мы начнем, я хочу... Господь сотворил для нас не пастора, а конфетку. Это был одинокий, симпатичный мужчина. На него многие обращали внимание. Господь действительно говорит его устами. Правда, он красавец. Он такой... худой, вам не кажется? Кто-то должен о нем позаботиться. Мэри Джейн Фондер уже давно посещала эту церковь. Она была чудачкой. Эта женщина походила на старую тетушку, с которой меньше всего хочется оказаться рядом за праздничным столом. Приводите друзей, мы начнем пораньше и отлично проведем время. 21 октября 2007 года. За три месяца до убийства Ронды. Видите? Когда я нажимаю сюда, весь столбец исчезает. Когда такое случается, откройте выпадающее меню правки и отмените действия. Карен работала в церкви секретарем. Если вести учет в бухгалтерской книге, ничего не придется отменять. Ты разберешься, Карен. Наверняка пастору было с ней нелегко. Карен не могла вести дела так, как ему хотелось. Привет, Ронда. Я с нетерпением ждал нашей встречи. Я тоже пастор. Не обманывайся, Ронда. Пастор просто устал от моих жалоб. Карен еще не привыкла работать на компьютере. Может, я смогу помочь. Я в этом разбираюсь. Занимайся своими делами. Я справлюсь. Ронда часто приходила в церковь. Она пыталась помогать Карен, но той это не нравилось. Карен хотела все делать сама. Идем. Карен во всем разберется. Как дела? Были перепады настроения в последнее время? Когда Ронда училась в колледже, у нее диагностировали биполярное расстройство. У пастора ушло немало времени на то, чтобы установить с ней контакт и начать помогать ей. Судя по выражению твоего лица, неделя выдалась нелегкой. Я встречаюсь с чудесным мужчиной. Он красив и успешен. Надеюсь, наш роман перерастет в серьезные отношения. И все же я не уверена, что готова перевести отношения на новый уровень. Но если я не решусь на это, то могу потерять его. Ты мечта любого мужчины, Ронда. Ничего страшного, если твой избранник немного подождет. Но я не хочу ждать. Я так и не смогла оправиться от произошедшего. От чего? В колледже Ронда связалась с парнем, который ее изнасиловал. С тех пор она перестала доверять мужчинам и выбирала не самых лучших партнеров. Ты очень сильная, Ронда. Я не сомневаюсь, что ты найдешь свою любовь. Ты боец. Я надеялась, что впереди у меня долгая счастливая жизнь. Но жить мне оставалось всего несколько месяцев. Беседы с пастором стали для меня настоящим спасением. Но некоторым не нравилось, что он уделяет мне так много времени. Все будет хорошо. Спасибо. Мэри Джейн была странноватой. Я заметила, что вы похудели. Наверное, вы плохо питаетесь. Спасибо, Мэри Джейн. Она часто молола всякий вздор. Перескакивала с одной темы на другую, не давая собеседнику вставить ни слова. Сложно было понять, что у нее на уме. Я и сама часто забываю поесть, когда что-то не выходит из головы. Худею и не замечаю. Пастор, вам нужен тот, кто будет заботиться о вас. Я могла бы этим заняться. Надеюсь, вы любите тунца. Этот пирог с консервированным тунцом. Говорят, сейчас его начали выпускать в пакетах. Пожалуй, стоит попробовать. Мэри Джейн, казалось, что пастор уделяет Ронде слишком много внимания. Мне нужно на автобус. Я обожаю тунца. Но по первому вашему слову, я приготовлю все, что захотите. Ладно. Конечно. Брат Мэри Джейн преподавал физику. Привет, Эд. Готовитесь к занятиям? Это был очень умный мужчина, тихий и замкнутый. Немного не от мира сего. Привет, Ронда. Ты разозлила мою сестру. Ладно. Хорошего дня вам и вашей сестре. У Мэри Джейн не бывает хороших дней. Понятно. Ну, пока. Эд вел дневник, где подробно описывал все, чем занимался в течение дня. Его считали чудаком. Пастор дал Ронде контакты группы психологической поддержки, где она могла получить дополнительную помощь. Женщина стала посещать встречи и вскоре подружилась со многими членами этой группы. Неплохо поговорили. Там Ронда познакомилась с мужчиной, который водил автобус группы. Он был привлекателен. Его считали дамским угодником. Ронда ему понравилась. У нас много общего. Может, сходим куда-нибудь? Даже не знаю. Это просто мысли вслух. Вы Ронда? Да. Привет. Я Оскар. Спасибо, что вы делитесь своими чувствами. Не за что. Я очень это ценю. 9 ноября 2007 года. Я немного старомодна, поэтому негативно относилась к сайтам знакомств. Но однажды решила попробовать. И теперь я, кажется, влюблена. Это тебе. Спасибо, я так рада видеть тебя, Джордж. Ты проделал долгий путь. Это стоит того. Ронда говорила, что у нее есть мужчина. Но я не знала, что они познакомились в интернете. Вот это да. Потрясающе. Ты красавица и кулинар. Присаживайся. Я просила ее соблюдать осторожность. Ронда говорила, что она так и делает. Пока не сблизишься с человеком, не узнаешь, что он из себя представляет. Постой. Ты еще не попробовал десерт. Ладно. Я никогда не говорила Ронде, что этот мужчина может быть опасен. Но мне казалось, что ей следует вести себя осмотрительней. Знаешь, только через пару часов я протрезвею достаточно, чтобы сесть за руль. У тебя есть идеи насчет того, как нам провести это время? Ничего не приходит в голову. Да. Можно я останусь на ночь? Хотя бы из соображений безопасности. Это веская причина. У меня возникали сомнения, и я поделилась ими с Рондой. Но это был ее выбор. Ронде было за 40, и она сама решала, какой мужчина ей нужен. Я не имела права навязывать ей свое мнение. Ты уже уходишь? Да. Домой ехать долго. Спи. Я думала, ты останешься на ночь. Нет, с утра мне нужно на работу. Засыпай. Ронде хотелось нормальных отношений. Она искала человека, с которым могла бы разделить свою жизнь. Но оказалось, что мужчина, с которым она познакомилась в интернете, был женат. Декабрь 2007 года. За месяц до убийства Ронды. Забавно, что из всей группы на развозке мы вдвоем. Я в любом случае благодарна. А я рад, что мы наконец остались наедине. Черт! Что не так? Ты вообще смотришь, куда идешь? Этому психу жить надоело. Если не будет смотреть по сторонам, долго не протянет. Ронда видела, что у Скотта случаются порывы гнева. Это ее пугало. 3 января 2008 года. Сомневаюсь, что это так необходимо. Что вы предлагаете? Я всегда пользовалась бухгалтерскими книгами, они надежнее. Но все меняется, и мы должны перестраиваться. Почему нельзя работать, как раньше? Походите на компьютерные курсы. Я не собираюсь тратить время на эту ерунду. Карен не справлялась со своей работой, и пастора это огорчало. Карен, если ты не хочешь даже попытаться, может, нам лучше расстаться? Перемены пойдут тебе на пользу. С меня хватит. Вам невозможно угодить, пастор. Пока я вела дела по-своему, все было в порядке. Карен пришлось уволиться и искать новую работу. Конечно, ей это не нравилось. Карен сильно расстроилась. Твоя очередь, Ронда. Рад тебя видеть. У тебя же экономическое образование. Наверняка Ронда раздражала Карен. Та считала церковь своей, а новые люди взялись учить ее работать, и в конце концов вынудили уволиться. Я уверен, что это вызвало волну гнева и негодования. Я не хочу лишать работы Карен. Она искала повод уволиться с момента моего приезда. Ей здесь больше не нравится. Вы сможете работать по утрам с девяти до двенадцати? Вообще-то, я как раз ищу работу. Платят здесь немного. Мне сейчас любые деньги пригодятся. 13 января 2008 года. За десять дней до убийства Ронды. Спасибо, что вы все пришли сюда в это чудесное воскресенье. А теперь Ронда Смит хочет сказать пару слов. Большинство прихожан знали, что Ронда испытывает финансовые затруднения. пастор взял на себя смелость обратиться к ним с просьбой оказать женщине посильную помощь. Я просто хочу, чтобы вы знали, как я благодарна за вашу дружбу и за все, что вы для меня делаете. Для меня это очень много значит. Надеюсь, скоро я смогу отблагодарить каждого из вас за проявленную доброту. Спасибо. Я так много сделала для пастора, но мне никогда не предлагали денег. Мэри Джейн не нравилось, что пастор уделяет Ронде слишком много внимания. Всем известно, что зависть смертный грех. станет ли она причиной моей гибели? Демон. 18 января 2008 года. В новом году я продолжала работать над собой. За пять дней до убийства Ронды. Это было непросто, но постепенно моя жизнь налаживалась. Как профессиональная... Привет. Так и личная. С течением времени стало очевидно, что мужчина, с которым Ронда познакомилась в интернете, заинтересован только в сексуальных отношениях. Но женщина хотела большего. Ронда была интересна. Ты женат? Джордж, что это? Я все объясню. Ты лгал мне все это время? Как ты мог? Ронда, я... Нет, мы больше не будем встречаться. Немедленно уходи. Как только Ронда узнала, что Джордж женат, она с ним порвала. Имей в виду. Держи рот на замке. Поняла? Убирайся. Немедленно. Это было совсем необязательно. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Давай провожу до двери. Кстати, что ты делаешь на выходных? Сходим куда-нибудь? Скотт, ты мне нравишься, но я не думаю, что это хорошая идея. Почему? Мы посещаем одну группу поддержки. И? Близкие отношения внутри группы не советуют заводить. К тому же, я совсем недавно рассталась. Ты не раз давала понять, что я тебе нравлюсь, и вот я приглашаю тебя на свидание, а ты отказываешься. Ты что, издеваешься? Ты не так понял. Я все понял правильно. Ты сама не знаешь, чего хочешь. Когда Ронда отказала Скотту, он вышел из себя. Его реакция была очень бурной. Я не хотела тебя обидеть. Спасибо, что подвез. Не смей уходить от меня. Ты прекрасно знаешь, что заигрывала со мной. Прекрати. Отпусти меня. Спокойной ночи, Ронда. Скотт наверняка разозлился на Ронду за то, что она дала ему отворот-поворот. 23 января 2008 года. День убийства Ронды. В стенах церкви я чувствовала себя в безопасности. Алло. Я не знала, что убийца уже рядом. Алло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Горя-ой-ой. Возвращение в беде. Продолжение следует... 23 января 2008 года День убийства Ронды Эй, я заведовала церковным хозяйством и в тот день приехала, чтобы сделать уборку Эй! Кто здесь? Где вы? Я сказала, кем бы вы ни были, вам влетит Вы забыли запереть дверь Эй! Есть кто? Боже мой! Господи! Увидев тело на полу, я закричала Выбежала на улицу и... Набрала 9-1-1 Служба спасения, что случилось? В нашей церкви лежит тело девушки Что с ней? Она убита Пожалуйста, успокойтесь Что с ней случилось? Она лежит за столом Все вокруг залито кровью Я пришла прибраться в церкви и обнаружила ее Понятно К вам уже едут Держитесь, хорошо? Ладно Господи Боже мой! Я нащупал пульс Она еще жива В меня выстрелили дважды и бросили умирать Но я цеплялась за жизнь Врачи осмотрели девушку и нащупали пульс Когда пострадавшую выносили Ее лицо повернулось в мою сторону Я закричала Боже мой! Это же моя подруга Ронда Ее увезли Жертва Ронда Смит Недавно принята на должность секретаря Ей дважды выстрелили в голову Первая пуля отцарапала жертве лоб И застряла в подоконнике за ее спиной А вторая вошла в мозг Врачи говорят, она вряд ли выживет Это точно не самоубийство Свидетели есть? К нам никто не обращался Судя по истории браузера В жертву стреляли около 11 утра Что-нибудь пропало? Не похоже на ограбление? Да Это убийство Готов биться в заклад, что орудия преступления не найдут Эксперты осмотрят все вокруг Если оно здесь, мы его отыщем Полицейские обыскали церковь и близлежащую территорию Но оружие так и не нашли Через несколько часов после того, как в меня стреляли Я проиграла бой со смертью Прежде чем Ронду отключили от аппарата жизнеобеспечения Мы встали вокруг нее и прочли молитву Господь, возьми меня за руку И отведи в дом свой Моя душа освободилась И отправилась к Создателю Мы не могли понять Кто мог так сильно ненавидеть Ронду Чтобы выстрелить в нее Даже не один, а целых два раза Это просто не укладывалось в голове Два дня спустя Детектив должен подозревать всех и каждого Следователи провели ряд допросов О том, что в это время Ронда будет находиться в здании церкви Знали только двое Пастор и глава общины Первым делом мы должны были проверить их Нам всем будет очень не хватать Ронды Где вы находились с 10 до 11 утра в среду? На семинаре для начинающих пасторов В часе езды отсюда Кто-нибудь может это подтвердить? Конечно Там был глава нашей общины Я отдам вам список с именами и телефонами Какие у вас были отношения с Рондой? Не знаю, что вы имеете в виду Я был ее пастором Мы часто беседовали У нее было биполярное расстройство Вы уверены, что вас не связывали какие-то особые чувства? Точно не с моей стороны Нет Господа Не знаю, имеет ли это отношение к убийству Но кое-что не дает мне покоя Возможно, кто-то из общины уже рассказал вам об этом Одна из моих прихожанок Влюбилась в меня Она приносит мне еду и оставляет записки на машине Возможно, эта женщина решила, что нас с Рондой связывают романтические отношения Пастор, это Мэри Джейн Сегодня я молилась за вас Представляю, как вам иногда одиноко Прошлой ночью я видела вас во сне Вы бродили совсем один в глуши, а я вас искала Ясно Спасибо, мы проверим Ронда начала работать у вас совсем недавно С понедельника Что случилось с ее предшественницей? Пастор Мне пришлось с ней расстаться 26 января 2008 года Спустя три дня после убийства Ронды Вы оставили работу в церкви не по своей воле? Верно Меня уволили Этот жестокий пастор Из-за своего враждебного отношения к Ронде Карен Лок Тоже попала в число подозреваемых Вы замечали признаки близких отношений между Рондой и пастором? Я ни разу не видела, чтобы они целовались Но кто знает, что происходило за закрытыми дверями Ясно Вы с Рондой ладили? Нет, мы мало общались У нас были разные взгляды на жизнь Вы ее не любили? Мне не нравилось, что она заняла мое место Где вы были в среду с 11 до часу? Обедала с другом У Карен было алиби Знакомый подтвердил, что они обедали вместе Считай, из ресторана свидетельствовали, что Карен не могла совершить это убийство Мэри Джейн Можно с вами поговорить? Да Присаживайтесь Конечно Я вас ждала Могу сразу сказать, где я находилась во время убийства Ронды Мне делали укладку У меня была запись к парикмахеру на 11.30 Кажется, примерно в это время бедняжку убили Хорошо, мы это отметим Она сразу же сообщила полиции, что у нее есть алиби на время убийства Ронды Наверное, вас интересует, что она из себя представляла Ронда была замечательной Мы все так считали, особенно пастор Мы наслышаны Допросив всех в церкви, следователи переключились на мою личную жизнь Сюда ходила Ронда Смит Она умерла Жаль Жаль Вы ее помните? Конечно Дружелюбная Привлекательная Но они в моем вкусе Да А я слышал совсем другое Скотт категорически отрицал, что ему нравилась Ронда Но показания других участников группы говорили об обратном Где вы были в среду в 11? Простите, парни Мне не вспомнить Я принимаю новый антидепрессант И от него у меня туман в голове Вот как Слушайте, если у вас есть улики, арестуйте меня А если нет Оставьте в покое У Скотта не было алиби на момент убийства Ронды Поэтому он остался в списке подозреваемых Полицейские держали его под наблюдением Филадельфия, штат Пенсильвания Мужчина не хотел, чтобы его жена узнала о романе с Рондой И о том, что он знакомится с женщинами через интернет Это могло стать мотивом для убийства Я знала, что Джордж лжец и обманщик Возможно, он также оказался хладнокровным убийцей Предательство Февраль 2008 года Следователи подвергли моего бывшего парня Джорджа перекрестному допросу Они хотели выяснить правду Вы боялись, что Ронда свяжется с вашей женой? Что? Нет Ронда была хорошей женщиной Я знаю, что плохо обошелся с ней, но я ее не убивал В тот день я был здесь, в Филадельфии, на работе Клянусь Помнишь, мы поспорили? Ты должен мне кофе Что? Компания прислала журнал использования карты доступа Алиби Эллисона подтвердилось Расследование зашло в тупик Детективы решили еще раз проверить алиби одной из подозреваемых Мэри Джейн Что вам нужно? Мы хотели побеседовать с вашей сестрой Вы знаете, где она была 23 января? Мэри Джейн утверждает, что в 11 утра отправилась в парикмахерскую Что это? Мои записи Я не знаю, во сколько Мэри Джейн уехала из дома Она могла выехать пораньше, добраться до церкви, совершить убийство и успеть в парикмахерскую к назначенному времени Вы уверены? Я все записываю Хотите сообщить нам что-нибудь еще? Да, насчет папы Вашего с Мэри Джейн отца? Что с ним? Однажды он просто исчез Мэри Джейн сказала, что папа ушел из дома Это было давно Полицейские изучили прошлое Мэри Джейн и выяснили, что она проходила в качестве подозреваемой По делу об исчезновении ее престарелого отца Женщина получала его пенсию Ясно И никому не говорила о том, что он пропал По словам Мэри Джейн, однажды ее отец вышел за утренней газетой и больше не вернулся домой Мэри Джейн утверждала, что во время убийства она была в парикмахерской Мы решили побеседовать с сотрудниками Вы заметили что-нибудь необычное? Странно, что она захотела прическу Она же носит парик Правда? Я не заметил Конечно, в этом и смысл Забавно, но Мэри Джейн оставила свой парик здесь Мы отдадим его криминалистам Благодарю Вы нам очень помогли Не за что Для полицейских стало полной неожиданностью Когда парикмахер сообщила им о том, что Мэри Джейн постоянно носит парики И выложила перед ними один из них Его отправили в криминалистическую лабораторию, чтобы проверить на наличие следов пороха 25 февраля 2008 года Мы нашли ваш парик Эксперты обнаружили на нем два из трех компонентов пороха Очевидно, как они там появились Мэри Джейн начала терять самообладание Я не верю, что вы обнаружили на нем следы пороха Им просто ниоткуда там взяться Если на вашем парике ничего нет, тогда зачем мы уже четыре часа беседуем с вами? Вы хотите вынудить меня осознаться в убийстве, которого я не совершала У меня даже пистолета нет Я и пальцем не трогала Ронду Я не убивала эту девушку Мы вместе пели в хоре Хотя голос у нее был так себе Она не могла брать высокие ноты, как Джуди У нее самый сильный голос По нашим данным, у вас есть револьвера Росси 38-го калибра Из такого же оружия стреляли в Ронду Когда-то у меня был револьвер Но много лет назад я выбросила его в озеро От револьверов столько шума У меня от них голова болит Аспирин не помогает Я пробовала другие таблетки, но они раздражают желудок На парике обнаружили следы пороха Но этого было недостаточно для ареста подозреваемой Месяц спустя Папа! Отец и сын отправились на рыбалку и нашли револьвер Броуди, не двигайся Вернувшись домой, мужчина позвонил в полицию штата Револьвер отправили на баллистическую экспертизу По фрагментам гильзы, извлеченным патологоанатомом из тела Ронды Смит Эксперты установили, что это было орудие убийства 29 февраля 2008 года Владельцы установили? Еще бы! Судя по серийному номеру, он принадлежит Мэри Джейн Фондер Надо же! Поехали за ордером на арест Архивная видеозапись Полицейские арестовали Мэри Джейн на выходе из церкви Глядя на эту женщину Вы бы никогда не подумали, что она способна совершить убийство Мэри Джейн захотела убить меня Потому что завидовала нашей с пастором дружбе Их отношения не выходили за грань общения пастора и прихожанки Но воспаленное воображение Мэри Джейн нарисовала картину бурного романа Женщину охватила ревность Мэри Джейн решила, что пастор предложил Ронде работу, потому что у них завязалась интрижка Проклятая девчонка Проклятая девчонка Доказать вину Мэри Джейн Фондер было непросто Эта хитрая женщина все тщательно спланировала Присяжные вернулись в зал суда и огласили вердикт Мэри Джейн Фондер признали виновной в убийстве и приговорили к пожизненному заключению Ронда такого не заслужила Она была доброй Ронда изо всех сил старалась справиться с тем, что преподносила ей жизнь Ей просто не повезло Я думала, что Господь защитит меня, если я буду Ему предана Но я отправилась на небеса Когда Мэри Джейн Фондер предала меня